Здравствуйте, это Игорь Лукьянов и... И Дмитрий Клинков, привет! Сегодня мы сыграем с Димой в Commons and Colors на Pleonix, сценарий Тала и Вера, сражение, произошедшее 28 июля 1809 года в Испании Вот, и я... Как мы организуем сегодняшнюю съемку? Я быстренько расскажу бесстолетические подоплеки происходящих событий А потом мы сделаем, как успеем, только запишем из того, как мы играем Так, значит, Commons and Colors на Pleonix В журнале Sea Free Eye несколько раз в нескольких номерах выходили исторические комментарии самого Ричарда Борга к сценариям, опубликованных в этих же журналах И там он рассказывал интересную вещь О том, какое количество воинов изображает каждая фишка, каждая юн... Каждый блок или каждая группа блоков? Да, 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 значит, часть Сколько метров в гексагоне? Ну, в общем, говорю о масштабе сражения То, что обычно в сценариях опускается, информация о сценариях Да, поскольку в Commons and Colors на Pleonix масштаб сражений, он плавающий Да Ну, так вот, такие статьи были про Эльшинс Я задумался... Таких статьй не было про наполеонские войны Я задумался впервые проверить, насколько исторично Насколько сопоставимо с историческим расписанием и местностью сражения, представленные в коробке Commons and Colors на Pleonix Я взял Толоверу, я не особо сведущ в перипетиях сражениях на полуострове Но с Толоверой и Эмиром знаком Благодаря коробке, коробке с военной игрой Толовер Толовер называется коробка Это компания The Gamers Система 1С и Г... Наполеон Бригес Сирис Точно Вот Как известно, Ричард Борг очень ховарно обошелся с наполеоновскими сражениями И он берет их... часть Часть Это сражения при Толовере И вот здесь Здесь север Север Еще одна такая же карта на юг целиком занята союзников испанцами То есть примыкает к испанской армии Такая же карта, ну может что там... ну такая же, чуть больше Испанцами и против них тоже развернуты французы И вот на конечности второй карты, мысленно представьте себе туда Находится город Толовера Вот Вместо впадения в этой реки Не знаю, как это называется Порина Ручей Впадает в какую-то там большую реку Ну, и он взял главный фланг Фланг или, скажем, наиболее интересный англичанам И вот как-то войска расставлены Я сопоставил с картами Исторические сражения В общем, ничего сложного нету Любой справочник Или в Википедии, в моем случае Беталов Толовера Мэп Все очень похоже Очень легко делается привязка по местности Проверил, как бы... Ну, так как я расставлял сражение И играл его Вот В Наполеоне к Бригейд Сириас То мне было легко Очень быстро я нашелся Вот А дальше начал сравнивать расписание И оказалось, вы будете прям смеяться Потому что теоретически Прям... Ну, то есть, мне теоретически Теоретически все должно быть похоже А практически все совпадает Прям да смешно Вот смотрите, у французов Вот французская армия Я вам даже сейчас расскажу, кто где И потом про английскую то же самое Вот четыре Раз, два, три, четыре Это четыре блока Четыре части Четыре части пехоты Представляет из себя Первую... Ну, давайте Вот досюда Вот досюда Видите, где блоки повернуты Это дивизия из четвертого корпуса Генерала Себастьяни Он же ею и командует Первая дивизия его корпуса Вот это вот Три дивизии Корпуса Маршала Виктора Вот Вот в эту дивизию входило Четыре полка И здесь представлены Четыре юнита Это прям Круто Четыролинейных полка Ну, один из них здесь легкий Но, скорее всего Это вот элитный полк Так называемый Тридцатолинейный Второлинейный По прозвищу Лебраф Храбрецит Было несколько полков Французской армии Которые в 96-м году Заслужили прозвище Которое им даровал Лично Вот Тогда еще генерал Бонапарт И эти полки Очень гордились Это Так на память Вот я не знал Что это представлено Лебраф Есть Ля Терибль Это 57-й полк Не помню По-моему Девятый легкий еще Ну, в общем Несколько полков 46-й Не помню Какое у него прозвище Вот Эти полки Они очень гордились Так вот Вот Значит Четыре полка В дивизии Вот То есть Теоретически Каждый может Хоть наклеить Или там Какие-то поставить Меточки И следить за Судьбой полка Вот сам генерал Сейбастяни Они абстрактные Фишки эти Полководцы Да Генералов Но Можете написать На нем Дальше Как вы узнаете Из Значит Еще три дивизии Корпуса Виктора Это дивизии Генералов Руфана Руфена Дивизия Генерала Лаписа И дивизии Генерала Вилата Каждый из которых Стоит Сейчас Про дивизию Руфана Дивизия Руфана Участвовала Значит За эти блоки Я повернул Чтобы Да Сграничные корпуса Это Четвертый корпус Сейбастяни А это Первый корпус Виктор Дивизия Руфана Атаковала В предыдущий день Если Попытаться Этот масштаб В ней тоже Было 16 блоков А осталось Вот эти Четыре Это Дивизия Руфана Судя по остановке На исторических картах Видите Было 16 Осталось Четыре В следующий день Ей снова Было приказано Ну или Не знаю Может быть Вот этот Вот этот Юнит Изображает Не суть Важная Остается 8 блоков И эти 8 блоков Это Дивизии Вилата И Лаписа Каждый Из которых Стоит Из одного Легкого Полка Значит 16 И 27 И Трех Трех Линейных Раз Два Три Раз Два Раз Два Три Вот Такая Красота Здесь Стоят Драгуны Это Резерв Очень Мощная Мощная Кавалерия И это Никто иный Как в первом Написано Это Первый Корпус Маршала Клода Первая Драгунская Дивизия Дивизионного Генерала Виктора Латурмабора Знаменитого Герой Сражения Прибородино Я думаю Все русские Любители Военной Истории Знают Его корпус Изображен На Бородинской Панораме Саксонские Кирасиры Из его корпуса Красота Представляете А вот можно Вот эта Драгунская Дивизия Драгунская Дивизия По названию Шесть полков Но судя по всему Они к этому моменту Очень слабенькие Вот здесь Здесь очень забавно Это Ой Я не случайно Поставил Тяжелых Здесь Стоят Две части Легкой кавалерии У французов Под командным Генералом Генерал Мерлен Вот Представляете Какая красота Я не ожидал Честно говоря Такого Совпадения То есть Ричард Борг Когда делал Этот сценарий В точности По максимуму Воспроизвел Самое интересное Что его система Позволила ему И воспроизвести Местность И историческую Установку Англичан Как всегда В английской обе Все очень интересно А И вот сейчас Я вам покажу Черновик Я поверх Сценария Нанес Вот свои заметки Свои заметки По расписанию Боевых Любой из вас Может повторить Мой путь Касательно Не этого сражения Но самое интересное Это заняться Другими сражениями Это ужасно интересно Что стоит За этими Зелеными Абстрактными Влоками А там Генералические Русские полки Случай с логичанами Это там Как обычно Логичан Прям Кора Смотрите Эти Вот здесь Прям написано Ну В сценариях Рядом с Значком генерала Имя Да Так И у нас здесь Дима Вот у меня плохо Пропечатано А У меня написано Шербрук Генерал Шербрук И он Командует Четырьмя Дивизи С тысячи Четырех бригад Раз Два Три Четыре Вот это вот Гвардейская бригада Это коллстримская гвардия Но представляете Как здорово И третья пешая гвардия Значит Еще у нас тут есть Какая-то элитная Да Это Гвардейская гвардия А Вот гвардейская гвардия Есть легкая бригада Эта бригада Составлена из батальона Вот Вот гвардейская Бригада Состоящая Генерала Генри Фреда Кэмпбелла Состоящая Я сказал уже Из первого батальона Коллстримской гвардии И первым батальоном Третьего полка Пешей гвардии Так У нас есть Линейные батальоны Кровецкого германского региона Так И У нас есть Легкая Бригада Я так понимаю Это Бригада Алана Кэмерона И вот Стрелки Это Легкая пехота Кровецкого германского региона Я так понимаю Вот Вот эти Это дивизия Как его зовут Как его зовут Шерберл Да Здесь У нас Вот Этимически Умчал стояла Две дивизии В первой линии стояла Дивизия Кэмпбелла А во второй линии Дивизия 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 Генерала Маккензи Вот он Представлен на карте И Кавалерия Ну это Сохочев с пехотой И Вот Значит Генерал Хилл Да Генерал Хилл Да И Да Две бригады пехотных Здесь так они и стоят Это бригады Тильсона Прям вот Когда играешь Можно для антуража Кричать Что Окмул Это Исткенский Полк The Buffs Третий знаменитый Поддержанный Нордгемптенширским Идет в атаку Исбергширским Полком Это же Да круто И бригада Генерала Ричарда Стюарта 29-й Ворцестер Ширский Пеший И 1-й Патрон 48-й Нордгемптенширского Ну разве Это не становится Прекрасно И я очень благодарен Ричарду Боргу Что он не просто От фонаря Понаставил фишки Как В мемуаре Фотингхо Например Сомневаюсь Что этот фокус Можно повернуть С этой игрой Вот Это про пехоту То есть У мальчан Четыре дивизии Одна очень сильная Первая дивизия Генерала Шербука Стоящая из четырех бригад Как элитных Тут Всего одна линейная Часа А остальные Какие-то Необычные Это грандейские Гренадеры Легкая пехота И Стрелки Вооруженные Нарезными ружьями Две слабые дивизии На которые Представлены Тремя частями Несмотря на то Что исторически В них входили Четыре бригад Но они Судя по всему Очень слабые Ведь он Численность Как бы Учитывал Ну так же Как и у французов Вот эти Трехбатальонные полки Представлены Четырьмя фишками Нельзя сказать Что одна фишка Изображение батальон Нет Просто Четыре степа У трехбатальонного полка И еще одна Дивизия Ну сильная Скажем так Две бригады Командария представлена Одной дивизией Стоящей из Трех бригад Одной тяжелой Которые вправду Здесь Гвардейская Тяжелая Которые вправду Это Бригада Уильяма Пэйна Которые Входили Третий Полк Драгун Гвардии Принца Уэльского И четвертый Квинз Оуэль Драгунс И две бригады Легкой кавалерии Которые он изобразил Тремя фишками Ну судя по всему Более сильная Бригада Степл Ой Бригада Энсона Это 23-й Первый Легкодрагунский И первые Легкодрагунские Полк Королевского Германского Легиона А здесь Бригада Коттона Это 14-й Легкодрагунский И 16-й Драгунский Вот такая Кемп История Вот Это прям Потрясающий Опыт Я впервые Это сделал С чистого Любопытства И как бы Вам рекомендую Любое Сражение Можно разобрать Добавить Исторического Антуража И как выясняется Ричард Борх В исключенной примере Этого сражения Выясняется Очень бережно Отнесся к Советским данным А подоплека Сражения Такая 27-го Июля Началось Сражение Армия герцога Ой Тогда еще не герцога Армия генерала Уэлсли Базировалась В Португалии И вот Ему был предложен План Наступления В Центральную Испанию Генерал Это был Первоклассный Генерал Один лучший Генерал В той эпохе Несмотря на то Что он Не особенно Доверял Своим Испанским Союзникам Не был Уверен В боевых Качествах Их армии Тем не менее Он Согласился На то Чтобы Соединиться В Центральной Были Большие проблемы Большие С командованием То есть Французские генералы В отсутствии Наполеона Не признавали Авторитет Друг друга И Большие проблемы Они в этом сражении Испытывали Но все это остается За рамками Этой игры Это в других Можно посмотреть Оперативных Не суть В рамках Этой игры Мы получаем Вот что На севере Изначально Испанцы Занимали позицию Вдоль реки Представьте себе Что продолжается На длину Такой же карты Еще туда На юг Испанции Но Французы Сразу определили Что Ключ к победе Лежит в том Чтобы разбить Англичан И Атаковали Их на протяжении Даже не двух А трех дней Они прямо Наседали на англичан Те с боями Отходили Последовательно И вот На этих высотах Они закрепились 27 числа Именно в атаках На эти высоты Французы потеряли Вот эту дивизию Руфен От которой осталось Там из 16 блоков Всего 4 Вот А и 28 числа Они соревноточились Полностью Как бы Соревноточились полностью И вот эта И решительная атака Исторически Неплохой комментарий Я прочел Перед сражением Неплохой комментарий Все по делу Вот Исторически Французам Не удалось добиться Успеха Не удалось опрокинуть Англичан Те выстояли А Велесли Ушел Впоследствии Велесли Ушел Зимовать В Португалию Но тем не менее Компания осталась Таким образом За англичанами Они остались Поддержали своих Испанских союзников И остались На полуострове Чтобы продолжить Впоследствии Спасибо большое Сейчас мы тогда Перейдем К собственной игре Мы начали игру Французы Играют первыми Вот У вас есть Уникальная возможность Дима не видит Мой изначальный Расклад Я объявляю о том Что играю Ассоут Левт Флэнк И быстренько Привожу В норму Отдайте Отдайте Приказы Числу фиш К равному Количеству карт На руке Включая эту карту Да Вот Слушай А лидера Я должен отдельно Активировать Я забыл Или он может Пойти вместе с фишками Он может Пойти вместе с фишками Можно Я объявляю Что активирую Я буду Поворачивать блоки Чтобы Дима видел Три-четыре Пять фишек Видишь Да Дима Ну и все Хожу Прекрасная карта Пять фишек Двину с самого начала В атаку Смотрите У меня легкая пехота Может залезть В сугроб Хотел сказать Нет В лес Классическая такая атака Прямо по-французски Без Не откладывать дело В долгий ящик Так Гостенько Красиво Когда Я приближусь к Диме Вы увидите Я перестрою французов Из дивизионной В колонну В катаке Будет очень красиво А они тебе должны Оставаться Да С фишкой Сказать Все Переходит в ход Сейчас Перейдет Диме Я в свой ход Сыграю Карту Разведка На правом фланге Она позволяет мне Активировать Одну часть На правом фланге А потом В конце моего хода Я добираю Две карточки Одну из них Оставляю Другую Сбрасываю Активировать Я буду Стрелков С нарезным оружием Сразу В подвигу Их прелесть в том Что они Единственный тип пехоты Которая может стрелять На три гексагона И это оружие Запрещено было В империи Наполеона Но Безчеловечные Англичане Поскольку Эта часть Двигалась То Стрелять Она будет Половинным Количеством Кубиков Но в этой игре У французов И англичан Все округляется Вверх А у португальцев Вниз Не знаю Как у русских И австрийцев Не помнишь Точно не помню То есть Стрелять я должен Был Тремя кубиками Но Делюсь пополам Полтора Округляю вверх Стреляю Двумя кубиками А в ком? По лениной пехоте Одно попадание Ай-яй-яй Французы Несут потери Ну Мне повезло Если кто помнит Мою колоду А кто не помнит Может переботать Вот она Чудеса современной технологии Пришла в точность Такая же карточка Не было у меня ее вначале А солд По левому флангу Я двигаю Ой Прям не знаю Пять фишек Могу точнее Активировать Не двинуть Активировать Я наверное Активирую Активерию Сейчас уже глупо Не пострелять С трех гексагонов Я активирую Легкую пехоту Эту Давайте вот так Я буду стоять Ну Те же Те же Те же Наманеж Ой Под пушечки Так Так И на место Легкой пехоты Входят Видите Активирую меня не двигало Сейчас значит Постреляет Да? Угу Быстренько глянем Да И в этом сценарии Игра ведется До семи Победных знамен Виктори Беннерс То есть нужно уничтожить Семь вражеских частей Поскольку на карте Никаких Абжективов нет Так Че там делать-то дальше Я стреляю из пушек Давайте попробую Стреляю из пушек Сейчас Собождаю По линейной пехоте Четыре-три-два Как Дима легко посчитал Все Два куба, да? Ага Давайте Пушка и сабля Не знаю Сабли попадают Сабли только на комбайн-тармс Очень-очень жаль И третьими будешь Тогда давай куда-нибудь В общем Все равно И пехота легкая стреляет, да? Угу Из-за того, что ходила Делится пополам Да Туда же по линейной пехоте Двумя кубами Или у французов там плюс один У них плюс один за легкую Да, это легкая пехота У всей легкой плюс один Значит, тремя кубами А после деления плюс один добавляется, да? Не помню Хорошо, сейчас выясним Выясним, когда остановим камеру В любом случае Три губика Ну, а потом это понадобится Ну, да Делить ли полтора Или Там Ну, в общем Три пополам Это полтора плюс один Или надо три плюс один пополам Ой, ой Знамя, которое ты, по-моему, можешь игнорировать Неудачно начал Пять бросков Ни одного попадания Ну, по-моему, я игнорирую А, у меня есть Поддержка Поддержка Складную Тормози Мне кажется, настал тот момент Когда Нужно отстреляться По полной программе Поэтому я играю Карточку вперед Позволяющую Активировать мне По две боевые части В каждой секции Так, ну Я буду Как Игорь Мне очень понравилось Как он Поворачивает Активируемые части Давайте Скажем На левом фланге Это будут Вот эти ребята Что-то я волнуюсь В центре Это будет Судьба летней компании 1809 года Повисла Артиллерия И вот это пехота А справа Легкие Ребята И Пушечки Отстреляются Так, теперь Движение Ну, кавалерию Я просто двину Чтобы Освободить Гвардейцев Для будущего Прорыва Дипойн То, что называется Военно-старм По 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 Развертывание Линейную пехоту Выдвинул Вперед На холм Здесь Движения Не будет Будет Только Стрельба Так, начну я Со стрельбы Вот это Артиллерии 4-3 По легкой пехоте Ага Тремя кубиками Ага Знамя Это что значит Я должен отступать Отвратительно Да Потому что у меня тут Еще и выстрел Сгорает Соответственно Поворачиваю Ой-ой-ой Там 5 кубиков было Да Неправильный порядок Сейчас я плохо сыграл Так Теперь я пытаюсь 4-3-2 А вот здесь будет 4 кубика Вот этим Интереснее начать Тогда я Стрелками Почему 4 3 Плюс 1 А ну да За легкую Пытаюсь добить Добить он Пытаюсь Раненый полк Да 28-й Линейный Бросать 4 кубика О-о-о Это страшно Сейчас будет Охота За знаменами Знамя было Да Да И последняя Артиллерия 4-3-2-1 Вот если я буду стрелять В лес То у меня будет 0 кубиков Потому что лес Вычтет 1 То есть тут В этой игре Нет такого правила Что минимум 1 кубик Вычевшие солдаты 28-го полка Сказали Пронесу Все Для них Сражение закончилось На сегодня Поэтому одним кубиком Выстрелю Полку линейной пехоты И он может Игнорирует И он игнорирует Добираю карточку Для тех Кто помнит Мою изначальную Раздачу Понимает Какие эмоции Испытываю Но Я потом обязательно Посмотрю Это видео Ну вот Пришла мне карточка Fire and hold Попробую я Эффективно ее использовать Я с места Буду стрелять Поэтому мне было обидно С одной стороны Что моя легкая пехота Раскочила С другой стороны Дополнительный кубик До стрельбы До четырех фишек Да До четырех пехот Артиллерии Ну я сейчас активизирую Соответственно Я могу только Артиллерии С места стрелять И я пытаюсь Использовать эффективно Ну Я сейчас Честно говоря Для меня Наибольшая Мне кажется Наибольшая опасность Поставляет Эта артиллерия Я пытаюсь ее Отрокинуть Или нанести Потери Для артиллерии Потери одной пушки Это вообще не страшно Запас Значит здесь Я кидаю два кубика У меня Дима научился Смотрите Как стрелять Четыре Три Два Один Все очень просто С холма На холм Никакая местность Не работает Два куба За карточку Плюс один Просто Блин И здесь То же самое Два кубика По этой же артиллерии Вверх по холму Все равно Ничего Да Артиллерия Ноль Конь И слон Хочется добавить Пронесло И последняя артиллерия Стреляет То же самое Раз Два Три Четыре Ну Четыре Три Два Один Один Давайте попробую Вот эту артиллерию Ослабить Тоже двумя кубиками Два 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 Коня Все Добираю А я пытаюсь Воспользоваться Передышкой Которую мне Предоставил Игорь Играю карточку Разведка По центру Это позволит Мне добрать Две карточки И как-то Мою руку Разнообразить Поговорит Ему Добрать Таких сил Стоит Сдерживать Начальный Расклад Активировать Будем Артиллерию Пока И не добили Четыре Три Два Ну Выстрелим По легкой Пехоте Двумя Двумя Кубиками Знамя Которое я Игнорирую Да Ничего не Произошло Тяну Две карточки Одну Скидываю И на этом Мой ход Заканчивается Пора Байонет Чардж Обратите внимание Как интересно Не знаю Игра подталкивает Или То что я сам себе Прочел Лекцию Про организацию Блоков Но когда Получилось Ходило У меня Пять юнитов Дивизия В полном составе Сейчас еще раз Себастини И первая дивизия Он корпусной командир Но и сам Командует Своей первой дивизией Своего корпуса И вот он С этими солдатами Сейчас мне надо использовать Карточка Байонет Чардж Штыковая атака Позволяет Активизировать Четыре Четыре Кротные части Да Из дивизии Себастини От атаки Уклонился Ну там 28-й Мы его назвали Пол Ну давайте Вот Здесь вот без сомнений Чтобы не тормозить игру А так По условиям Это ручей Это выглядит Солидно Но это ручей Который лишь Тормозит движение Не имеет никаких Модификаторов Да Так Вот с этим полком Все ясно Значит Вот так вот Бонус Хоть эта карточка Дает только Гвардейской пехоте Да Сколько я помню Это до конца Да Вот это В маленьком Кружочке Совершенно верно Ну вторая Ну французов Так Бонус Рукопашки Да Еще тем хорошей Эта карточка Она активирует Вне зависимости от сектора Да Вот это Очень интересно Вот если бы я Смог всю линию подвинуть Это были бы интересные Такие Необычные Атаки Так Атака на холм Кстати я думаю Активистка батальеи Сбить штыками уже Но Чем это чревается Для пехоты Мы смотрим Минус один Вверх по холму Боевой кубик Ну для французов Которых плюс один Соответственно Я наверное туда двину Самого Себастьяне Сбить штыки И самому генералу Обязан двинуть Да А кстати А чем генералу Еще полезно Это я задумал Игнорируют кубик Флаг Ты мешаешь? Да Да Хласс Вот Что тут у нас еще Ну с легкой пехотой Что делать Можно пойти на два И атаковать штыки Ну наверное Другого У них тоже будет Четыре кубика В конце концов И вот эту пехоту Я Из соседней Дивизии Из дивизии Как мы выяснили Сейчас я вам скажу Из дивизии Генерала Пьер Белона Лаписа Двигаем Можем двинуть На два Я не Не обязан Но могу Это прям круто Сейчас я посмотрю На свои карточки А Ну что тут смотреть Свои карточки Ее поставлю Вот этот коварный Коварный гексагон Где она будет Оказывать поддержку И относиться Служить связующим звеном Давайте оформим Так красиво Можно по-геймерски сказать Ну это клевый гексагон Который относится Сразу к двух секторам А можно По-варгеймерски сказать Я выдвинул эту бригаду Чтоб она Служила связующим звеном Между правым флангом Корпуса Си-Бастини И левым флангом Корпуса Миктора Прекрасно Ну в общем Красиво Да Вот активируем Этих я тогда Закончил активацию Они ничего больше делать не могут На два пошли Круто Так тогда Я объявляю атаку Линейная пехота Атакует Стрелков Пять кубиков Пять кубиков Кидают французов Да Это жестко Давайте построю штурмовую колонну Как обещал Перед атакой Так Одно убийство И два флага Да Стойкие англичане Наверняка бегут А один вообще Игнорировал А я имею право Их не игнорировать Да Это разумно В этой ситуации Отвожу стрелков Ну тем не менее Успех достигнут Смотрите Генерал Сибастяник Крикнул адъютанту Съезди Принеси мне песка С той стороны Реки Он говорит С какой стороны Стой Ей-яй Так Теперь Ну Последователь Ну давайте Выбираешь последователь Да Я хочу узнать Результаты атаки на холм Мы лезем на холм Это минус один кубик Но Так как это французы Плюс один кубик Среди это четыре кубика А еще 10 влечений не отвечает Это для тех Кто вообще никогда не играл В эту игру Отвечает только Если не отступали И не были уничтожены Да Все Четыре куба я кидаю Против артиллерии Один блок уничтожен Вот это плохо И артиллерия отвечает В рукопашном Четырьмя кубами Мне кажется Ой-ой-ой Это прям неудачный бросок Может быть Наказан Но нет Ой, я жалко не повалею Это дает мне Кишат Здесь сегодня Вселенская справедливость С одной и с другой стороны Кстати, вот что Я хочу обратить ваше внимание Вот какой-то интересный момент В этом масштабе По опыту моему Я давно увлекаюсь Непленинским воином Долгое время В детстве Это был мой первичный Эпоха первичного интереса Вот То, что здесь сейчас произошло Когда полк, продвигаясь Понес такие потери Что перестал Быть способен к атаке Это правда Тот же самый Динесик В Наполеоник Бригейт Сирии Закладывает идею Что у него бригада Бригада Ну или полк А они же ее переделали Из-за того, что масштаб Не отвечал бригаде Назвали ее не Бригейт А Наполеоник Бэтл Бэтл Полк по большому счету Способен на одну атаку Приветка и удача На две атаки И это прям вот правда И то, что здесь это работает Вот эта динамика Движение То, что эта дивизия По-моему Выглядит очень прекрасно Как добился этого автора Он не стал Не стал Как-то брать на себя Слишком много Он поделил Число Юн Он брал тот Отрезок сражения Который подходил Вот к этому раскладу Карт Эти вот цифры Три Активируйте Пять Это по большому счету Лишь же идет о дивизиях Которые состоят Там из трех Четырех Пяти бригад Четырех Плюс артиллерии Четырех бригад Плюс артиллерии Ну Так что Поэтому все работает Кажется удивительным Но вот в этом есть Как бы Задача геймдизайна Нельзя забывать Что Это любимое детище Она тестировалась Это я очень давно Больше десяти лет Личард Как его Борг возил ее По всем конвентам И Ее куча Сотни людей В нее сыграли Прежде чем она вышла То есть Это вот Такая вот Его любимое детище Ну и потому Какой скоростью Выходили Исторические расширения Посвященные армиям А сейчас еще и есть Вот Мною не опробованы Еще Generals and Tacticians Да Да Generals and Tacticians Это Дополнение к игре Которое добавляет Колоду командования И Я так понимаю Она была задуманная Изначально Просто он сделал Как бы базовое правило Чуть попроще А она поднимает Ну Делает игру Более комплексной То есть она Больше нюансов И больше значения Генералов Ладно Последняя атака у меня Французская легкая пехота Она в штыковой атаке Бонусов не имеет Низкорослые солдаты Низкорослики Французские Атакуют Наживчики Атакуют значит Британскую пехоту Сейчас мне конечно Моя надежда Сейчас на знамя Я не хочу получать ответ От английской пехоты А знамя здесь Сработает Потому что я прорвал линию И Поддержка перестала работать Да Четыре кубика Нет Не сработало Две пушки Да что ж ты будешь делать Так Один блок уничтожен И теперь Британцы Отличают Тремя Как страшно жить И британские Доказали свою высокую Репутацию Стойких бойцов Так а я добираю карточку Вход британцев И я играю Карточку Атака по центру Которая позволяет Три части активировать Активировать я буду Линейную пехоту Артиллерию И Легких стрелков Движения Не будет Я объявляю Атаку Во взаимодействии Родов войск Вот этой Пехоты И артиллерии Против Полка Со французским Генералом Это позволяет мне объединить Все кубики В одном броске Их тут будет все А какие условия Для этой атаки Вместе Должны быть Активированы Артиллерия И либо Пехота Либо кавалерия И поддержка Работает только При атаке В ближнем бою Ну то есть Артиллерия Может стрелять на расстоянии Но она может поддерживать Только Клево Комбайн дамп Да Подожди И вот тут Наступил мой Мой Час расплаты First strike Ооо А я могу выбрать Я так понимаю Кого-то из твоих Атакующих Ну Наверное Уточним этот момент Потому что Конечно Мне аналогично Выбрать Артиллерия Капочка First strike Могучая Она одна Такая в колонии Ну будем считать Что можешь Так И Я бросаю Четыре А У меня есть выбор Либо бросить Пять кубиков По пехоте Либо четыре По артиллерии Ну я в надежде Убить Две артиллерии Это сабли И пушки Да мне подходит Тоже всегда С одной стороны Другой стороны По пехоте Ну в общем Вот да Четыре кубика По артиллерии Сабли И знамя Нет Не убил К сожалению Вот это А вот если бы я бил Кстати По пехоте Вот это Конечно С моей стороны Да То я бы сорвал Эту атаку С одной стороны С другой стороны Я сейчас Изменил Коничество На один кубик Что ли Сейчас посмотрим А да Четыре куба Было в артиллерии Кошмар Да Теперь стало три Красота Представляете Как бы Вот это Значит Шесть Кубиков А не семь Дай в ответ Раз Два Три Знамени И Один пехотинец Убит А генерала проверять надо? Да Так Проверяю генерала Что надо не кинуть? Я кидаю Должен две сабли кинуть Ну Ты не должен Никому ты ничего не должен Так Подождите Три Знаания Два флага Да Ну Прекрасно Прям отскочил На соплях Что называется Во как Другого выхода У меня нету А Есть у меня выход Я могу отступить на два Но Не желаю Интереснейшее сохранение, посмотрите, что происходит Прямо настоящий как Наполеонский войн И динамика потерь соблюдена Я не знаю, вот в этом гений-дизайнеры Как-то удается К этой игре я несколько раз слышал Как люди далекие от военной истории От людей, чей авторитет я признаю Или кто правда глубоко занимается военной историей Я пренебрежительных отзывов Касательно этой игры не слышал А вот именно от людей далеких военной истории Которых вводят в обман Компоненты красивые Не считая, что Wargame должен быть А, и раз Wargame, значит должен быть Какой-то неприглядный с их точки зрения Слушал пренебрежительные отзывы Мне так не кажется Мне легко сравнивать с тем, что я играл В самые сложные игры Мне тяжело чем-то удивить Самые сложные игры на этот период Но вы сами видите, что происходит По большому счету, если отбросить всю шелуху Например, описывая этот бой Что обычно делают историки Они пишут И в этот момент командир Давай посмотрим, какой-то полк 75-й линейный 75-й линейный заколебался И генерал Себастьяне подъехал к его рядам И ободрил ребят Они Сержант крикнул Смотрите, англичане Все бросились в штыки французские Все это очень красиво Но тем не менее Если Моя историк Написывает Это сражение То да Французы провели атаку одной дивизии Потом вернулись в бой Другая дивизия Одна добилась успеха А англичане контр-атаковали В центре И здесь Так и происходит По большому счету Одна из сторон атакует У нее есть задачи Вторая сторона броняется Тот, кто первым набьет 7 знамен Что такое 7 знамен? Это части Измолотые То есть Надо не только войти Куда-то здесь На холмы Чтобы набрать эти знамена Надо прийти к англичанам И сдвинуть их оттуда Не только Но еще и остаться Инфорс Остаться в силах Так, все Мой ход сейчас Нет, еще у меня Легкие стрелки Стреляют По французской линейной пехоте Требя клубами Да О-о-о-о Да Да Правый кошмар По правилам Игрок, сыгравший Ферст страйк первым Добивает карточку И потом я Вот такую карточку я играю Рискну Активирую Три фишки Слева Как-то решительно Здесь я попытаюсь Раз Два Слушай, а когда линия видимости прослеживается между блокирующими Ровно по стороне Между блокирующими и не блокирующими То есть линия Есть линия Тогда смотрите, что я делаю И третий Гексагон Я хочу пехотинцами отойти На тот берег Может быть пострелять Если там надо будет Так Значит Линейная пехота идет в атаку Легкие пехотинцы выходят из соприкосновения Ну, за счет, что может пострелять И у них будет один И два выстрела А у пушки тоже будет Четыре, три, два Тоже два выстрела Но начну я тогда со стрельбы пушек Два кубика по линейной пехоте Это полк героический Можно посмотреть, как он называется Допустим Это вот у нас линейный батальон Это, наверное Это бригада генерала Эрнста фон Лангверта Это немцы Первый и второй линейные батальоны Ой, первый, второй А, пятый и седьмой Значит, нет Сигизмунд фон Лёре Пятый и седьмой линейные батальоны Королевского германского легиона Так, я бросаю два кубика по ним И ни одного попадания Немцы, видите, не только стойкие Они еще и ловко уворачиваются Отъядер Тогда стреляй легкой пехоте Те же два кубика Как у них с уворачиванием от пуль Дам! Ооооо Слушайте, вот это, конечно, сейчас И у меня осталась атака легкой пехоты Я могу четыре кубика по артиллерии Или один кубик по пехоте Но, пять кубиков по пехоте И я Почему я выбираю четыре по артиллерии? Я хочу взойти на этот холм Да, да Не знаю почему Потом Играем на время все-таки Батарейки работают Четыре кубика по артиллерии Ай-яй-яй-яй-яй-яй И мы были в счете Добираю карточки Продвигаюсь Ничего не боюсь Так, берем этот Ага Ну, наши линии прорвали Можем ответить только разведкой и боем Активировать по одной части Дима, я тебя по своей привычке перебью На минуточку Когда Дима говорит, что линию прорвали В этой игре В силу масштаба Ну, то есть, каждый гексагон Представляет то, что в традиционном Варгиме такого уровня Было бы там семь Ну, пять гексагонов, может быть По протяженности Ну, то есть Эта карта больше похожа даже на областную И линию прорвали Это означает, что знамена начинают действовать И от стрельбы Да, да И от стрельбы Нет поддержки взаимной То есть, это не фигуральное выражение Это прям очень важно Так, активирую кавалерию Здесь будем пытаться сбросить в реку Ну, а справа Охота за знаменами Так, кавалерия движется на два Тяжелая, как выяснили Здесь будет атака с места Четыре куба И знамен, видите А, вот, кстати, интересный момент То, что французы оказались тоже Почему, как бы, ну, не рекомендуется в этой игре В этих играх Мчаться куда-то там по тылам Потому что это очень уязвимое положение Когда тыловые гексагоны не заняты Ну, поддержкой Да То есть, часть в отрыве действует Да, хуже того, можно Есть распространенная тактика Когда занимаются оба гексагона Любое знамя заставляет нести потери За счет невозможности отступить А, фишки, потому что в этой игре Обязаны отступать к своему краю карты Так, ну, начнем с линейной пехоты Четыре куба Битва на холме Ой Знамени нету Знамени нету Убит один пехотинец Это означает, что французы ответят тоже четырьмя кубами Битва на холме Это то, что любят французы Трех пехотинцев Так, ну а здесь Шестью кубиками Так, значит, пять за число кубиков И это гвардейские гренадеры У них плюс один Да И в стрельбе не бойся Они не могут стрелять Поскольку у них есть соседний враг Они уходят в ближний бой Ой-ой-ой Топтали в землю Кучу пленных Взяли знамя, наверное И Димас равнял счет Этот полк, да Он, конечно, рисковал Он, с одной стороны, добился большого... Ой, это приводчик красиво Описывается в книжках Кстати, я не помню Адванс Артекомбат он обязательный? Нет Нет, по-моему Давайте посмотрим Нет, мне кажется, Мэй У Квалили, вот я так понимаю Есть вот эта способность Да, Мэй Адванс Но я не буду продвигаться А у Квалили Вот в этой игре нет способности Добираю карточку Ага Давай Включил? Включил? Нет Так, попытаюсь забрать Два знамени в центре Которые явно Вольготно развалились Да Уф... Активируем Попытаюсь Вот Интересный момент Ну, наверное, нельзя сделать яиц Не разбив яичницу Тогда я активирую вот эту Вот эту часть Ой И вот это Попытаюсь я добиться своего стрельбы Здесь три кубика же будет, да? Да Три кубика Убийцы, брат, математика Прямо сто процентов Сто процентов Забыстрый, если я подойду, кину четыре кубика Ладно, окей, так и сделаю Так и поступим Со стрельбы и начну Три кубика сюда стреляю А вот и она Два знамени Я пошел А вот видите как Так уходит Я вижу, как улетают мои победные очки Можно попытаться стрелить по ним еще тремя кубиками Нельзя Я атакую четырьмя соседей Вот это вот Стопроцентная вероятность На что мы любим военные игры И здесь Удача на стране Это фантастика Это фантастика Вот сейчас Я даже не знаю Я преследую, чтобы избежать стрельбы Возможной от Страшной Гвардии Шесть кубиков Вверху А у них и стрельбу, что ли, плюс один? Я думаю, да Посмотри, интересно Это прям интересно Не повлияет на мое решение Потому что тут пять кубиков Кошмар Тихий ужас С одной стороны, конечно, не так все страшно Потому что я расчистил Да, и X3, B+, A Шесть кубиков Так, и добираю карточку Все Так, ну на этот ход я решил Воспользоваться тем, что у меня еще есть две артиллерийские части Объявить бомбард И отстреляться ими с места Получив плюс два кубика Если они не двигаются Так, а вот три возможных это загвардейские? Маленьким кружочком загвардейские То есть 4, 3, 2 Сюда будет 4 кубика 4, 3, 2, 1, 1 Не получится Почему? Вот эта фишка блокирует Ну там же... Нет Что? Линию видимости Вексагон занят фишкой Этой юниту А там от центра до центра мерится-то? А как еще? Какие есть варианты? Да нет Это просто Ну Можем взять любую карту С нанесенными Цель Вот она, кстати И промерить Аналогичные участки Можно перенести огонь сюда Тремя кубами ударить? Ну да Придется Чего раз Карточка сыграна Куда-то переносить 4, 3, 2, 1, 1 Плюс 2 все-таки Да Ну стрелять будем 4, 3, 2, 1, 1 По легкой Я думаю здесь Ну да 4, 3, 2, 1, 2 Это не добиваем Ну да Стреляем тогда Вот этой по легкой Тремя кубиками Ага Мимо А вот этой Тоже по легкой пехоте Тоже тремя Так Хит и флаг Хит и флаг Один из худших Возможных вариантов Не могу сказать Что я расстроен Давайте посмотрим на мои терзания Почему Такой перерыв Ну видно Чего мне не хватает Для счастья Поэтому я Отличный карточек Придумал Не видел Эланд что ли Есть Нет нет Скал А есть где-то еще Для меня это первое Просто я играл только в Эншинс А в античке нету Что-то Нету Тогда Не знаю Ну в античке Другой Нельзя эти игры сравнивать Ну и говорят А там тебе превентил Какую угодно Эпоху Покрасил по другому Блоке Ничего подобного Вот эти карточки Задают вид Они другие Философские другие В античке Очень много завязано На роли командира Вот эти вот Inspiration Leadership Ты активируешь командира Прилегающие к нему По цепочке части То есть Энтичка тебе очень понравится Потому что она похожа На черпула Большой ложкой Из Great Battles of History То есть Наличие и отсутствие командира Две большие Так Scout Riot Flank То есть Я прошу прощения Сейчас Смотри Георг как раз Продвинку Прервемся Значит Я беру А ничего Я активирую Одну фишку Справа Вот эту пехоту Я подвину Долгое восхождение На дистанцию Штыковой атаки Все Беру две карточки И быстренько Смотрю Релли я решил сбросить Дело в том Что Там Символ Надо выкидывать Да А есть Джокер Какой нибудь Ну там Если выпадет Сабля Нет Только символ У меня видите Потери Только на пехоту Записаны И меткие две фишки Даже если я выкину Сколько кубиков Команд Команд Пять Ну еще пять пехот Меня бы устроило А мне повезло Что Французы дали Передышку И на прошлый ход Мне зашла Как раз Удобная карточка Скоординированная Наступление Которая позволяет По одной части На краях Аж на две В центре Так Ну Видите Я вот уже Продвинулся Не зря Ушел на плато От пехот От стрельбы Справа Это будут Гренадиры Две В центре Это будут Вот эти Ребята И артиллеристы Ну А слева Допустим Вот это А вот этот Лидер будет О Отличная идея Наконец Бестолковым Английским Лидером Порядь Чем-нибудь Заняться Так И начинаю Ходить Значит Пехотой Я Подвинусь Сюда Чтобы Линия Видимости От артиллерии Доставала И можно было Опять сделать Скоординированную Атаку Отвратительное Коварство Отвратительное Коварство Так Здесь Движение Справа Фланга Ну Наверное Гренадиров Надо Подставлять Поближе Подводить И Стрельнуть Да Пополам На плюс Один Руляем Вверх Четыре куба Стрельба Это движение Кошмар Вот К чему Приводят Годы Годы Тренировки У Букингемского Дворца Звери Когда их Спускают С цепи Так Ну А лидера Я думаю Прикрепим К артиллерии Он Добавит Устойчивости Ну Начнем Со стрельбы Справа Четыре кубика По Линейной Пехоте Так С хаусом Узнаймон Игнорировать Не буду Одного Убил Приведаем Лидера Эх Два Но не тех Двух Верблюдов Убили Верблюды В тот раз Уже Были Теперь Скоординированная Атака Четыре кубика От линейной Пехоты И Четыре Три Два Шесть Кубиков Звучит Страшно Сабли Работают Ой Вот они Да Две сабли Но не добили И два флага Очень похоже На историю Прямо Какой-то Супер Вообще Происходит Угас Я отступаю Какая красота Прямо Два Флага На три Я отступил На два Отступил Так И пожалуй Займутся Само собой Еще Стремнуть им Вслед Было бы Самое ТОП Добираю Карточку Карточка Ради Которую Я проводил Разведку Сейчас Я вынужден Тратить На спасение Ты Трое По центру На спасение Покосанных частей Причем По полной Программе То есть Я активирую И этих И этих Ну и попробую Пехоту Начать Выдвигать Ну это Конечно Сердце мое Разрывается От боли Тратить Эту карточку Но делать Нечего Вот опять Смотрите Как исторично Это выглядит Дивизия Сходила в атаку Я не хочу ее терять Я отвожу ее Логично Красиво Еще вот Мы с Димой В перерыве Говорили о том Что Интересно Удалось Реализовать Автор Наверное Он мог бы Сделать По требованию Использовать Какие-то Наработки За большие Сражения Но здесь Он берет Этот участок Идея в чем Изначально Военные игры Они Славились Таким Телепатическим Управлением Которым Сейчас Свойственно Копьютерной Игре Total Wo Да Я понял Total Wo Серии То есть Ты двигаешь Фишки туда Куда ты хочешь И они идут И это Полная Скоординированность Действий Больших соединений Во времени И пространстве В Total Wo Реализму Пытались придать Тем Что ты вынужден Летать Со страшной Скорости По всему Полю Боя И поправлять Свои батальоны Ну то есть Возникает ситуация Когда ты Что-то там Проигрываешь Потому что У тебя там Не было А Более сложные Современные Игры Они Какие-то Сложные Приемы Разрабатывают Для того Чтобы передать Инерцию В передаче И получении Приказов В выполнении Передать Какие-то Досадные Случайности Здесь тоже самое Общий план Французов Ясин Атака Всей линии Желательно Чтобы она Продошла Одновременно Но Так получилось У меня есть План На местах Как-то так Выполняется Работает Очень хорошо Просто я сравниваю Я честно говоря Не люблю Разбираться В то что Называется Механика Игр Я все время Играю Я добродушно Очень настроен По отношению К любой Игре Я знаю Тяжелый труд А по результатам Смотрю Похоже Это на ту картину Которая у меня Нарисовалась Благодаря Чтению книг Я увлечен Военной историей Если похоже То тут уже Мне интересно Разобраться Как этот автор Добился Ну и то Не особо Без фанатизма Не понимаю Я не знаю Как он добился Сотни партий Сыгранных Тестирование Я представляю Сколько труда Стоило Эту колоду Сбалансировать Сколько таких Здесь я Без особого выбора Выхожу из зоны Обстрела Выхожу из зоны Обстрела Все И добираю Я решил Что Настало Время Подтянуть Все резервы Правого фланга Поближе К линии Фронта Играю Ассалт Райт фланг Как здесь Более правильно Перевести Ассалт Решительная Атака Ну что Наверное Звучит Нелогично Решительная Решительная Атака На правом фланге У меня на руках Шесть карточек То есть я могу Активировать Шесть частей Но справа У меня Всего Находится Пять То есть Активированы Будут все Я сразу Пойду Лидером Сюда Он тоже Обязан Остановиться Получается Да Легкая Пехота Его догоняет Красиво А теперь Будет Стрелять Вот эти Ребята Решительно Сняла Решительно Пиджак Наброшенный И Вот Насчет Гренадеров Так они Неплохо Стоят На Пересечении Двух Секторов Ладно Если что Отведу Буду Хамить И Будет Несколько Выстрелов То есть Два Три Вот эти ребята Прошли на две клетки А Понял Ну Артиллерия Одним кубиком Попытается Выстрелить В артиллерию Гладейцы Могут Пойти Отправиться В квест За флагом Либо сюда За очками Либо Либо попытаться Нарандомить Два Три кубика Сейчас посмотрим Пять пополам Пять пополам Это Три Плюс Один За Четыре Четыре Кубика Ужасно Ужасно А если Влез То Минус Один Кубик А то Три Но я Все-таки Рискну Четырьмя Пострелять По линейной Пехоте Господи Пошли мне Три знамени Пехоты Противу Пехоту Но Проверяю Лидера Вдруг Повезет Шальная Пуля Не задела Ни сегодня Набираю Карточку Я нахожусь Включил Да? Я нахожусь В безвыходной Ситуации Посмотрите Сами Я считаю Там На левом фланге У меня Катастрофа Происходит Я упустил В этой Атаке Два Знамени И сейчас Пытаюсь По гварде Пострелять И Два Знамени Игнорирует Да Ужас Какой Господи Но тем не менее У меня в лесу Засела легкая Пехота Пусть Стреляют Это даст мне Возможность А вот Есть коварная Возможность Я сыграю Нет Вот это я Сыграю Три Слева Активирую Даже не знаю У этой пехоты Что ли Уй У меня Три фишки Стрелять буду С места Ну Два кубика Размен Такой Не страшно Отдам я Это знамя Сколько Можно бегать И А Или еще У меня выбор Устроить Эту самую Скоординированную Атаку Да На знамена Я никаких Не накидаю А пехоту Дополнительный Кубик Все-таки У легкой На стрельбу Стрелять Тогда буду Два кубика От Пехоты А Этими Я Не знаю Ну да Пойду Ими Чтобы Еще раз Разорвать Расстояние Два кубика От пехоты А Одного Убил Приятно Пучечок А приятно И два кубика От артиллерии У Дима Учил считать Четыре Три Два Это у Толстой артиллерии А когда их Становится одна То Три Два Один Еще два кубика Знамя Ну Понятное дело Что Дима его игнорирует Все Добираю карточку Скрай карточку Две части На правом фланге Кошмар Ты включил? Да Это ужас Продолжается Ужасное давление На моем правом фланге Активирую Гренадиров И Стрелков Стрелками Нагло Лезу вперед И они будут стрелять При этом Да И причем Могут артиллерию Это кошмарный момент Для артиллерии Когда оказаться Под огнем Нарезных ружей Гренадиры С места Наверное Зарядят Да Гренадиры Будут С места Стрелять Там где лидер Пять кубиков Мама родная Дай воды Холодной Ооо Четыре пехотинца Да Полный И проверяем лидера А вот После того как Часть уничтожается Лидер проверяется Одним кубиком Да На шестой Беронетность Ооо Я перевернулась Генерал Себастьяни Ты что Он еще долго Будет воевать До пятнадцатого Ты бы меня Сразу спросил Два Два Знамени У Димы Два-один Он ведет Пока что Это еще не все Так А легкая пехота Двигалась Пополам Один кубик Плюс один За легкую То есть Двумя кубиками Мы будем Пытаться Достать Убегающих Алле Да Да Давай Да И теперь Два Кубика Легкая Пехота Влез Нет Подожди Блин Кошибай Какой Есть Догнали Ну елки Палки Это не Да Вот На левом Палке Моя так Стерпел Полную Неудачу Я потерял Там Из Четырех Видны Мои Потери Да Вот Две Потерянные Полка Легкий Полк Почти полностью Уничтожен То есть Из четырех Пяти Полков Частого Шоколадка Практически Все разбиты Более того Британцы Перешли В контрнаступление И рискуют Мне Смять Этот фланг И собрать Обильный Урожай Ничего Не остается Краточка Могучая Я ее Играю Называется Недостаток Боеприпасов Шорт Соплай Одна Своя Гражданская Ты хорош Краточка Да Я отправляю Дима сейчас Обязан Выбираю Градейскую Пехоту Которая Как таран Сейчас Может Идти Ну видите Здесь Одна Пехота Здесь Одна Это Ужас Одно Движение Еще Одно Знамя Непонятно В тандеме С этими Застрельщиками Это Прям Они Еще Переправилась Легкая Пехота Потому что Быстро За патронами А в том же секторе Да В том же секторе По твоему выбору Любой гексагон Да Да Добираю карточку Как я быстро сыграл Ближе к середине Сейчас Небольшая передышка В бою Связана с тем Что расстояние Между армиями Увеличилось Попробую Подтянуть Все что можно Вперед Карточка Моей мечты Чтобы Попытаться Следующую волну Отбить Французскую Отбить Да По единичке С каждого Фланга Здесь будет Тяжелая кавалерия По центру Будет Вот эта линейная пехота И вот эти Артиллеристы Вместе с лидером Ну а справа Попробуем Пожать что-то Выстрелом Так Начинаю Движение Пойдем на один Гексагон Артиллерию Подтянем На один Стрелять будем В лес Это будет Три кубика Минус один Залез Два Ну стрелять будем В лес Дрогнула рука Но Удачно О, больше половины необходимых очков уже Дима наколотил Отвечу, фланговая атака Дошло до того, что на левом фланге у меня всего одна фишка Артиллерия будет стрелять Здесь потихонечку начну выводить свою кавалерию Три, ничего не боюсь И с генералом они у меня Вот такая вот история Опасная для британцев Все, добираю карточку А Дима вот забыл Постреляй А, да, точно Мы подвинули Диму, а в ее движении мы подвинули фишку И здесь стрельба О, кстати, я могу ответить тем же Два синих пехотинчика, все, что мне надо Нет, знамя Мне кажется, самое время Хотя Тут можно, в принципе, по три куба кидать по артиллерии А ты раз можешь удалить? А, я не могу игнорировать дать, что я разбежался Все, все, забираю карточку Так, ну что ж Французы на своем правом фланге выдвинули кавалерию Я, честно признаюсь, давно ждал этого момента Чтобы навязать кавалерийский бой Играю Кэвел Ричард Она позволяет мне активировать четыре кавалерийские части И они будут сражаться с плюс одним кубиком Значит, это будет раз, два, три, четыре Движение Раз Два Три Легко, а три может пойти, теоретически Вот не уверен, что хочу поддерживать Оставлю эти дырки А вот здесь кавалерии я подвигаюсь к лидеру И она обязана остановиться при таком движении Да Лежу лидер кучись Теперь проведем Через лидер обязан остановиться? Да Через своего пустого Неприкрепленного, как в переводе Ну что ж Приданного лучше Ну, вот, так Ну, давайте здесь проатакуем У меня есть две опции Либо попытаться сосредоточить две атаки Против одной кавалерийской части Либо атаковать разные Проблема в том, что если я две сосредоточу против одной Может сложиться ситуация, что Она отступит, да? И второй все равно придется атаковать вправо Поэтому я начну со своей левой кавалерией Посмотрю, как пройдет эта атака А потом, может быть, эти смогут там попреследовать Ну, что если британская легкая кавалерия? Это один кубик за блок? Да, минус один за холм Минус один за карточку чарджа Да, то есть три кубика Три кубика Вот Так, я отвечаю теми же тремя кубиками Четыре за французскую Ну, четыре блока французской кавалерии Минус один за атаку Да, ты и четыре просто взял Минус один, да, за атаку с холма Ну, а здесь ходит так вот Вот так вот, да А вот тяжелая кавалерия Гвардейская тяжелая кавалерия Это как-то совсем по-другому звучит Гвардейская кавалерия, я, пожалуй, объявлю атаку по чистой местности Это получается три блока Плюс один за гвардейскую кавалерию тяжелую И плюс один за чардж Пять кубиков Пять кубиков Вот это уже серьезно И Всего лишь разум Ужасно Проверяем лидера Ну-ка две сабельки игра Нет, две пехотки Я отвечаю тремя кубиками Это, кстати, перспективненько Конь и слон Флаг Я не атаковал, поэтому я не могу преследовать А, да Не могу И все И все тут Вот такая вот ситуация Такой получился бесславный ход Так Можно не выключать У меня все ходы записаны Атака Атака Это называется у них атака на правом фланге Три справа Да, три справа Вот Вот Это я вам доложу Сюжет Ну Я активирую Пехоту Причем, наверное, вот эту Так вот Глубокомысленную Эту пехоту Ну И две кавалерии Как мне распорядиться Вот атака хорошая Четырьмя кубиками Флаги устраивают Можно отрезать Обойти с тыла Ну так и надо сделать Ну, наверное, я наглый Все-таки Родился я наглым И поэтому я пытаюсь Сначала атаковать А, тут риск в чем Если ты мне флаги выкинешь То я окажусь в той же ситуации Дурацкой А, ну я сначала атакую Да-да-да Вот так вот проедет У меня легкая кавалерия Нет, зачем я так делал А если я сначала проеду этой И ею атакую И объявляю атаку Четыре кубика против английской кавалерии Которая заперта Чисто сработано И теперь я вхожу сюда Провожу еще одно движение Атакую четырьмя кубиками Тяжелая кавалерия Два знайменя Неплохо По большому счету А здесь я могу только адванс сделать Прекрасная французская кавалерия сегодня День французской кавалерии И три кубика Английской кавалерии Еще Куй железа, не отходи от кассы Сабля К сожалению, пока только так Отвечаю двумя Это легкая кавалерия А, точно Да, точно У меня знамя Сын подсказывает Два кубика Ну-ка Знамя, которое я игнорирую Благодаря генералу Мерлену Если не изменяет память Да, совершенно верно Все, добираем кубики Я отдам, я отдам А, пехотой забыл походить Последний ход Мне пришла вот такая карточка Мама родная И тут нужно проводить контратаку Яростную Надо подумать, кого лучше активировать Идея такая Совершить комбинированную атаку артиллерией И либо тяжелой кавалерии Либо линейной пехотой Против одной из кавалерий Вот вопрос Пехотой Или все-таки кавалеристами Я бы выпил В такие моменты Так, ну По центру активируем Однозначно Однозначно Еще по центру Активируем Вот этих, ребят Ага Справа Активируем Вот этих И вот этих Получается слева у меня еще две активации Тогда я могу подойти Я выстрелю Они отступят И вообще будет Будет Тихий ужас В принципе, те же четыре кубика А у кавалерии Это сколько? Два плюс один За то, что это гвардейская тяжелая А, да Это три кубика Ну ладно Давайте Вот так И вот так Но это не будет комбинированная Никакая комбинированная Будет Пехоткой тоже можно С артиллерией А, понял Понял Причем, я могу даже кавалеристами вот этими Объявить Комбинированную атаку Чтобы потом вторую провести Например А эти, если кто-то отступит Выстрелят Правда, всего Тремя кубиками Ну, а у начала плюс один На стрельбу, да Любую У линейки У линейки Ну, у легких Так и так Начнем мы Вот с этого движения Наверное, справа Ага Самого понятного Раз Два Ужас такой Раз И вот здесь будет выстрел Это куда? Ай-яй-яй Да что же это за По одиноким полководцам Стрелять нельзя Да, по правилам чести А причем Рукопашку их можно Резать Так Здесь Подходим без выстрела Ага Ну и вот надо решить С комбинированной атакой Да Четыре Три Два То есть можно либо шесть кинуть Либо четыре Я не понимаю В чем еще Твои терзания Либо комбинированную атаку Подключить кавалерию Тогда будет четыре кубика Ага Если эти свалят То можно будет Пехотой пострелять Ага Ну я все-таки По максимуму объявлю То есть Комбинированной атаке Участвует артиллерия Плюс пехота Так Четыре Плюс четыре Плюс два Шесть кубиков А разве я сейчас не могу После этого объявления Объявить о том Что пытаюсь свалить Можешь Это значит Из этих шести кубиков Будут работать только кони Да Вот Видишь как Как в античности Можно объявить Когда только пехота Атакует кавалерию Об отходе На два гексагона Да У меня выбор Отойти на два гексагона Или получить в ответ Или сейчас получить Шесть кубиков Правильно? Ну шесть будет так и так Просто они на разные символы Работают Да Но за каждый флаг Кавалерия отступает На сколько? За каждый флаг При вот этом Ретайр На три фор Нет Нет За флаг Там флаг не работает А вообще А вообще На единичку Сейчас я соброжу Шесть кубиков Ну ладно Я попытаюсь Остаться? Да Я сыграю фест страйк Оказывается Их две в колонии И попытаюсь Снизить число Кубиков С шести До По пехоте Может Ни по кому не могу Да 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 Это день Французской кавалерии Когда пехота Не смогла Кавалерия Выправляет ситуацию Три Так Осталось Три кубика Ага Жестко Двои Кубистов Тоже Неплохо Да Ну и тогда Легкой кавалерией Объявлю Атаку туда же Ага С двумя кубиками Ну да Не попал А вот я отвечу Попал Вот это Интересно Так я добираю Первый У меня еще выстрел Извини Приятственный Да елки Как я мог забыть Он был после движения То есть это Два кубика Убил Я игнорирую одно знамя Но второе не могу Боже ты мой Вот это Поворот Да Ты добираешь первым Да я добираю Первым Да Ну Настало время Пожимать 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 планы Попробую на правом фланге Снять урожай Активирую две фишки Это кавалерия Понятное дело Легкая кавалерия Мерлена Видно да Вообще Вот этот фланг Нам Надо подумать О перспективе Продвижения А ну да Я вот так сделаю Три кубика Раз Два Три Легкая кавалерия И раз Два Три Вот так вот Знамена Чтоб меня устраивали И первой атакой Я объявляю Атаку Трешечной Бригады И куда Про Пехотин Это жестко С одной стороны С другой стороны Давайте посмотрим Внимательно В правила Ничто не мешает Тебе сейчас построить Каре О А ну ты объявляешь По пехотинам Да 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 Уже объявил Каре Мне вытащит Одну карточку Случайно? Да И ты будешь ждать Какая она А я нет Я буду еще первым кидать Ну спасибо Игорю Что напомнил Я сам честно говоря Подзабыл Не хотелось бы Мне читать комментарии Тоже мне варгеймеры Лошье играет Про каре забыли Так Ну вот это Я могу вам показать Что я вытянул Каре Это такое особенное Стояние Ну что будем рассказывать О правилах Правила всем известны Да 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 И это дает мне возможность Первым бросить Один кубик Да Один кубик И выкинуть Желательно флаг Флаг бы я Игнорил Генерал все-таки А это Баунс По-моему Он всегда работает При атаке на каре Обалдеть А то есть Атака не проводится что ли Да А я и забыл Ты бы ее провел Потому что ты просто Потерял блок Из-за того что Некуда отступать А Повел бы Три куба Работают только символы Один кубик по каре Работает что? Как обычно Сабли Пехота Ах Тем не менее Каре прорвана Славная страница В истории Красиво В истории Да А Дима возвращает Карточку Ну да Опять там Военные историки Написали бы И тогда Командир 28-го Конно-егенерского Полка Крикнул Вивлян Прей Бросил Подобрал Вожу саблю В ножны И направил Ну ладно Военных игрок Все это банально Выглядит Повезло Ну правда Мы в этих играх Выступаем в роли Чуть потише Чуть потише Мы выступаем в роли Полководцев И вот Все это Красота происходит Просто мы это Не разыгрываем Мы отправляем приказы И смотрим что произошло Все остальное В руках подчиненных Чьи действия моделируют кубики Так У меня есть опция Попреследовать Пойти еще Это преследование Дает мне возможность Дополнительной атаки Пойти И еще атаковать Ну я даже не знаю Причем если попреследовал Атаковать можно По-моему даже с места Да-да Можно не ходить Это бонусное движение Но я наверное Вернусь В таком случае И атакую Кавалерию Тремя кубами Да, три шанса Все-таки Выше Да Еще одно знание Это какое Подожди Четвертое Четвертое Вот мы и сравняли Счет И я добираю Что я играл Два одного фланга Да, добираю Пятую карточку На левом фланге Ситуация Критическая Пора играть в вилы Рога По две части На каждом фланге На правом фланге Все просто Это будут Легкие стрелки А к нам пришел Илья Лицер Затуженный врагем Ильюш, сам из посмотришь Легкая пехота На левом Это будет Тяжелая кавалерия Вопрос только Драться ли тут до конца Или пора уже сваливать Куда-нибудь На холмы Вообще идея сваливать на холмы Мне нравится Давайте Отойдем На холмы А здесь Будет движение Вперед И вперед Теперь стрельба Начну я с выстрела Многочисленной Легкой пехоты Они делятся пополам Два с половиной Три И плюс один За легкую пехоту Четыре кубика Четыре кубика По артиллерии Кошмар Артиллерийский кошмар Одну фишку убили И теперь легкая пехота Туда же Двумя кубиками С места Вот стреляют А они двигались Потом пополам Плюс один С нарезными ружьями Ну слава богу Ружья оказались Не такими Нарезы засорились От частой стрельбы Тормози Я не знаю А знаю Ну Настала пора Французского Кэвлори Чарджи Попробуем сейчас Дорубить Знамен Аккуратно Дорубить Знамен Так Активирую Три кавалерии Из четырех возможных Я вот видите Как предусмотрительным Даже пароход Своим драгуном Устроил Генерал Мерлен Ведет свою непобедимую Легкую кавалерию Вперед И ему Спаспешенствует Иностранная Бригада Так Все Плюс один кубик Атака Генерала Мерлена Который сегодня Творил чудеса И надеюсь Он сейчас Спасет мне день Четыре кубика Вот они Четыре кубика Надо Два знамени И конь Бил что ли? Да Да Так Это приносит мне Пятое захваченное Знамя Вот Ремиклорийский Вот Ремиклорийский Штандарт Генерал Мерлен Продвигается И кстати Интересно Кевари Чардж Действует на бонусную Атаку Фантастика И смотрите Как я делаю Бонусное движение Это чтобы Кавалерия Не получала Минус И я Такую Пехоту Которая Сбежала Тогда Из дивизии А я объявляю Построение в каре Отъем Ну Смирлен Уже прорвал Одну каре Первая каре У нас была Неудачная Доверимся Второму Так Перемешаем Карточки По каре Один кубик По каре Кошмарное Правило А ну Сабли работают Завтра Сабли работают Так Ну Первым Бросает Каре Давайте Ребятки Да Просто Убили Одну штучку Проверяем Лидера Алло Здравствуйте Так И я Бросаю Один кубик Против каре А че Им не надежда Нет А че У них С флапами У каре Игнорируют Мне кажется Давай проверим Нет Не игнорируют Потери Несут По-моему Потери Несут О, это не так плохо Я давно играл Если взгляды умели убивать Была такая рубрика И фокс Куд килл То Дима Именно такой взгляд На меня бросил А я всего лишь кубик кинул Я не виноват Да, да Потери Ну и отлично Переследовать не буду Почему-то Так, вот он Мне знамя, пожалуйста Сколько что надо? Семь Счет шесть пять В пользу французов Я закончил активацию Беру карточку Шесть пять Один мне остался Угу Жестко Ну и ты мне два А, ну да Тебе тяжелее У меня сейчас Ну как тяжелее То же самое У нас Все фишки Как видите Снимается же, да? Да, да Все фишки Как видите Ну мало очень Уязвимых С обеих сторон Сыграю лидершип Вау Могу активировать Все части С прикрепленными лидерами Полководцами Генералами Угу И они будут атаковать На один кубик больше Мамы родные Ну, соответственно Ну, все Тут понятно Это по поводу движения Вот, отлично Посмотрите Дима грамотно Поставил лидера Вот это, конечно Этот сюда Угу Этот Будет с места Атаковать И этот тоже Значит Давайте начнем С неинтересных Давайте Четыре Три Два Плюс один За лидерши Да Три кубика Стреляет По линейной Пехоте Ага Одного А тут получается Плюс один За легкую шесть Плюс один За лидершип Надо посмотреть Они Все сюда Да Баттлс Плюс один То есть независимо от мили Или от стрельбы Тут получается Семь кубиков По артиллерии В пору впасть В очереди Но Это кубики Одна артиллерия Два слага Этого достаточно Шесть шесть По знаменам Отличное сравнение Ну и теперь Вот Хорошие шансы Кстати Четыре кубика Могут догнать И добить ДАВАЙ Нужно выразить благодарность Алексею Чебыкину Который хранит Большую часть Не большую А большую Своей коллекции В нашем офисе На своей полке Московского клуба Варгеймеров И он разрешил нам Леша Спасибо тебе огромное Спасибо Да Все Всего доброго Поэтому с вами прощаемся До новых встреч До новых встреч Субтитры подогнали Симон